Продолжение следует... Продолжение следует... По большому счету некого. У нас один матч игрок может провести отлично, второй он уже... Да, уже у него, в общем, игра не получается. Второй вместо него нормально. То есть у нас в принципе как бы нет четкого лидера команды, допустим. У нас как-то... Если вот пару человек начинает сыпаться, то сыпется вся команда. И то же самое, если команда собрана полностью, каждый игрок, то мы неплохо. С кем у вас была самая яркая игра? Да, наверное, ее пока еще не было самой яркой. Так и не припомню, если честно. Наверное, с бронью мы так 1-0 проигрывали до конца встречи, потом в конце встречи судья там назначил пенальти, вроде увидел руку, но там руки на самом деле не было. То есть, а так такая напряженная игра была. А в принципе, ну каждая игра, можно сказать, по своему роду. Ну и по-моему, где же фаворитами турнира? Фаворитами? Голливуд. То есть однозначно, да? Ну а кто это поставил? Там еще бы Олимпик мог с ними бороться за первое место, но вы не видите, снялись, поэтому... Так, мне кажется, Голливуд будет у них все-таки. И кто бы забил сам как всегда? Самый красивый. Конюшок Владимир, наверное, он неплохие всегда забивает. Скажи, как ты оцениваешь сезон 2015 года в период для вашей команды? Ну, в принципе, позитивно. Только мы игру проиграли. А так, в принципе, без потерь. С крупным счетом много игр сыграли. И, надеюсь, в дальнейшем, в таком темпе, будет дальше. Какая самая лучшая команда? В лиге? Ой, игрок, который реализовался. Ну, у нас появился новый игрок, Ярослав, который играет уже в центре. То есть, хотел бы выделить его. И, ну, как обычно, Литовченко и Леша, но он что-то в последнее время позиции сдает. Будем его садить на банк. В чем у вас был лучший матч? Лучший матч пока был с добром. Сыграли с ними 4-3. Очень такая напряженная борьба была. Никто не выступал. 4-3. Еще будет второй гол. Матч-реванш. И вот еще есть фаворитами? Фаворитами в лиге, ну, как обычно, нас в первую очередь и остальных. Скажи, пожалуйста, как ты оцениваешь выступления команды Голливуд за эти 10-10 лет? Ну, я думаю, этот сезон успешно для нас складывается. Делаю показывать, что пока что без проигрышной серии. В принципе, мало пропускаем, забиваем ногу. Делаю показывать, что все идет очень хорошо. Если так продолжим, надеюсь, потом продолжим хоть в игре золотые медали. Кто вот у вас заиграл? Кто один из самых пятых игр? В принципе, тяжело кому-то так выделить. Мы долго играем друг с другом, уж я прошу, друг друга ставим. Каждый на своей позиции, я скажу лучше. То есть нету какого-то яркого лидера, и у вас все достойны. Была ли у вас с каким-то отценткой яркая игра? Вечером. Запомнилась последняя игра с партлайном, где за эти 10 туров самая яркая игра получилась и по напряженности, и по моментам. Вот эта игра сам больше запомнилась пока что. Ну и как у вас такого-то вид фаворитов? Надеюсь, это мы. Добро показывать неплохую игру. Ну, подтягиваться регион, мало олимпийского, осталось вот вот эти три команды, верно, выделив. Ну и профлайн, как всегда, неплохой. А просто расскажи, вот как ты оцениваешь выступление вашей команды? Ну, в целом, неплохо, мы сейчас идем на 5-м месте. Довольно начало неплохое. Можно было бы, конечно, лучше, без поигрышов, но проигрывают все. Да. Скажите, пожалуйста, а вот кто из Новичкопова себя зарекомендовал лучше всего? Ну, у нас есть новый один игрок неплохой, нападение, зовут Туся, то есть, сейчас, правда, у него проблемы с мениском, но он вроде уже выстрелил и должен в ближайших матчах появиться. Скажите, вот с кем была самая яркая игра у вас? Ну, наверное, это первый матч первого тура с Эмполь мы сыграли 1-1, там очень тяжелая была игра, но, в принципе, очень много моментов, и такая динамичная, для начала чемпионата это удивление даже, для нас. Ну, как всегда, Голливуд последних несколько лет, бронь, ну, добро и, возможно, новая команда Берни, ну, и мы, естественно.